Ирина Токмакова Аля, Кляксич и буква А Часть первая Аля писала письмо маме. Она очень старалась написать хорошо, но всё шло шиворот на выворот. Буквы не слушались, падали, менялись местами и ни за что не хотели браться за руки. Точно они все друг с другом перессорились. Ну просто наказание! Вдруг прямо на середину страницы выскочила буква А. Она казалась очень расстроенной. — Что с тобой случилось? — спросила Аля. — Кляксич! — воскликнула буква А. — Отвратительный Кляксич пробрался в азбуку. Он ненавидит буквы и хочет их всех заменить кляксами. Меня он выгнал из азбуки и ещё сказал, «Букву Л я запру под замок, а букву Я запрячу. Тогда Аля не сможет подписать своё письмо маме». «Знаю, знаю!» — вдруг закричала Аля. «Я сейчас возьму папину резинку, мы отправимся в азбуку, разыщем Кляксича и сотрём его». Взявшись за руки, Аля и буква А направились прямо в азбуку. «Надо же бороться с противным Кляксичем!» У самого входа дорогу им преградила добродушная с виду буква Б. «Берите белые публики и баранки быстрее, а то не пропущу басбуку!» — сказала буква Б, не трогаясь с места. Пришлось покупать публики. «Они купили их целую строчку, вот такую!» И тогда буква Б отступила. За воротами зеленел лужок. На траве паслись двоеточия. За ними, щёлкая кнутом, ходил вопросительный знак. «Ты не видел Кляксича?» Спросила у него буква А. «Кляксичо!» Вопросительный знак почесал затылки. «Как же!» «Кляксича-то видел!» «Он уехал на поезде!» На вокзале буква В в кондукторской фуражке с красным донышком покрикивала на пассажиров. «В вагоны, в вагоны!» «Входите в вагоны!» «Вы в восьмой вагон?» Спросила она у Али. «Ваши вещи!» Али некогда было удивляться. Али показала строчку с буквами. В вагоне они уселись поудобнее. Колёса застучали по шпалам. За окнами замелькали домики и деревья. Но вдруг поезд за скрежетом затормозил и остановился. Пассажиры высыпали из вагонов. Дальше пути не было. «Это Кляксич!» «Кто же еще?» Унес рельсы, разобрал шпалы и даже спилил все деревья. Пришлось браться за ремонт путей. Укладывать шпалы. Заодно починить домики и насадить побольше елочек. Дороге нужна лесозащитная полоса. Наконец поезд подошел к перрону. Галя и буква «А» вышли из вагона. Уже смеркалось. Горели фонари. Они решили постучать в первый попавшийся дом. Это был голубой домик с голубыми гординами на окнах. На подоконниках в глиняных горшках цвела герань. Из раскрытых окон до прохожих доносилось громкое пение. Глупый гном глядел, глядел, громкий горн гудел, гудел. Громче горн огрянул гром, громче грома гаркнул гном. Ну, конечно, в этом доме жила буква «Г». Буква «Г» была в голубом халате и голубых домашних туфлях. «Кляксич?» – переспросила она, когда узнала, о чем идет речь. «Может, я и расскажу вам, где Кляксич. Только сначала решите задачу». «Если от поезда отстал один пассажир и от другого поезда отстал один пассажир, то сколько всего отстало пассажиров?» Аля поняла, что «Г» не переспоришь, и моментально написала «1 плюс 1 равно 2». Это же была самая пустяковая задача на свете. «Глубоко ошибаетесь», – сказала буква «Г». «Ответ не сходится». Им пришлось уйти, так ничего и не выяснив. Когда они спустились с голубого крылечка, буква «Г» высунулась из окошка и закричала им вдогонку. «Ноль!» «В ответе будет ноль!» «Если пассажир отстал от поезда, то он уже не пассажир, а растяпа». «Понятно вам?» Настала самая настоящая ночь. Огни в окнах погасли. Только в одном, самом высоком доме, горело крошечное окошко под самой крышей. «Пойдем попросимся переночевать», – предложила Аля. «Пойдем», – сказала буква «А». «Там живет буква «Д». Ее зовут Добрая Дуня». Они открыли старую скрипучую дверь и двинулись вверх по темной лестнице, отсчитывая этажи. Первый этаж, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. «Здравствуй, А, душечка!» – обрадовалась Дуня. «Кого это ты привела ко мне в гости?» Аля пожала пухленькую ручку доброй Дуни и назвала себя Аля. Дуня тоже пожала Алену руку, улыбнулась и запела песенку. Дикий юдот наклевался ягод, умный юдот, он наелся на год. Наелся удот и песни поет, ясные летние дни напролет. Аля удивилась, но постеснялась спросить, что эта песенка значит. А вы обратили внимание на первые буквы в начале каждой строки? «Кляксич утром был здесь», – сказала Дуня. «Грозил всем буквам, что заменит их кляксами, если они впустят букву А обратно в азбуку. Он грозился отправиться к букве Л, чтобы схватить ее и засадить под замок. «Отдохните немного, поешьте, я сейчас угощу вас Дыней». Аля и буква А прилегли на диван. Дуня отправилась в кухню. Она стучала тарелками и ножами и тихонечко напевала странную песню. Рано утром Аля и буква А прошли. Прямо через поле к лесу. На опушке леса стояла старая, завалившаяся набок избушка. В ней жили две смешные и добрые старушки Е и Ё. Путники не стали заглядывать к Е и Ё и прошли мимо. Они все шли и шли и по лесу, пока не увидели очень странное сооружение. Это была землянка, но вход в нее был замаскирован. Двери они не нашли. «Кто здесь?» Спросила Аля громко. «Мы!» Ответили ей два голоса одновременно. «Кто вы такие?» «Мы не знаем», – ответили голоса. «Мы каждый день меняемся. Один день мы журавль и заяц. Другой жаба и зебра. Третий – жук и зяблик. А кто вы сегодня?» «Мы сегодня жужелица и землеройка. Тогда хоть скажите, как нам найти букву «Л»?» «Идите направо, отсчитайте пять шагов. Потом идите налево, считайте в обратном порядке. Потом от пяти ёлочек опять направо. Ёлочки вам придется нарисовать, потому что наш лес лиственный. Отыщите в заборе калитку. «Там скажут!» «Спасибо!» – сказала Аля этим странным буквам. И, повернувшись направо, они вместе с буквой «А» принялись считать. Один, два, три, четыре, пять. Потом они повернули налево и опять начали считать. Пять, четыре, три, два, один. Потом вдвоём нарисовали пять ёлочек. И вот путешественники остановились перед калиткой в высоком тесовом заборе. За забором стоял просторный бревенчатый дом. Там жили буква И, буква И и буква И. Букву И звали Тимофей. И с И целыми днями сидели на террасе и спорили, кто из них главнее. А когда им надоедало ссориться, они распевали свою любимую песенку. На полу скребётся мышка, спит в берлоге бурый мишка. Этот мишка очень мил, только лапы он не мыл. На террасе посвистывал большой старинный самовар. На скатерти всё было накрыто к утреннему чаю. За чаем выяснилось, что Кляксич вместе с Бомаркой и Опиской проходил тут ещё вечером. Тимофей понял из-за их разговора, что они отправились на левый берег реки Чернилки к букве Л и собираются её схватить. Разузнав дорогу на левый берег Чернилки и поблагодарив хозяев, Али и буква А двинулись в путь. Скоро показалась речка Чернилка. Моста, по которому можно было перейти на левый берег, не было. Вчера здесь был ураган. Видно, мост снесло ураганом. Буква А стала кричать, чтобы кто-нибудь с того берега пригнал лодку. Но никто не откликался. «Давай вытряхнем бублики», скомандовала она. «Мы перекинем строчку с берег на берег и по ней пройдём, как по мосту». Так они и сделали. Перебравшись через реку, они пустились бегом. Добежали до маленького домика буквы Л. Но что это? Дверь открыта настиж. В доме никого. Только сидит в будке и даже не лает собачка-ленточка. Чьи-то следы ведут от калитки влево. Конец первой части. Продолжение следует. Читала Валентина Малеева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова